Всем доброго утра! Всех с праздником! С резьбом Христовым! Сегодня 8 число. Хотела с вами поделиться своими красивыми цветочками. Они меня все порадовали. И хотела сегодня показать вам. Значит так, вот моя белая орхидея. Посмотрите, как она хорошо расцвела. Красивая такая. Еще один бутон остался. И листья какие хорошие. Это вторая орхидейка. Она вот-вот должна расцвести. Также и эта. А эта то, что фиолетовая. Смотрите, сколько уже. Какие красивые бутоны. Вот будут рядом еще другие бутоны. Многие у меня спрашивали о пересаженных цветах. Вот это пересаженный цветок, который мы тогда пересадили и обрезала. Плохие гнилые корни сухие. Вот. Вот как цветок растет. Видите? Я где-то поливала дня 4 назад его. Но я думаю, что еще не надо. Смотрю уже по почве. А вот второй цветок. Тоже вот расцветает. Вот он должен расцвести. Смотрите, какие у него корни. Это то, что я вам говорила. Вот смотрите. У него вот тут был стебелек внутри. Стебелек, говорю. У него был росточек. Но его кто-то оборвал. Вот. И тут ничего у нас нету теперь. Ну, очень хорошие, твердые листья. Я и хотела бы показать вот вторые цветы. Значит так. Вот это, то, что вы мне спрашивали, это она у меня немножко приболела. Но там она такая маленькая, из маленьких орхидей. Я ее немного обрезала и добавила воду с сахаром. Вот она у меня намного лучше сейчас выглядит. Кто спрашивал из зрителей, я вам показываю. Это моя фиалочка. Я немного обрезала нижние листочки. Ну, вроде бы это ее место. Здесь она растет хорошо. Вот второй цветок, вы спрашивали, который я пересадила. Это второй цветок, который я пересадила. Вот как выглядят листья. Он еще у меня не цветет. Но твердые, очень твердые листья. Вот. Это орхидея, которую мне подарила Лена. Она у меня стояла в другой комнате, но были проблемы. Что-то ей там не нравилось. Скорее всего, я думаю, что там какие-то паразиты завелись, потому что были какие-то такие, как букашки. Вот я ее пересадила. Она здесь прекрасно чувствует. Хорошо. Листья зеленые, твердые. И букашек пока нет. Слава Богу. А эта маленькая орхидея моя, она тоже должна вот-вот засвести. Я думаю, что вот она цветет у меня. Я ее обязательно пересажу, потому что она здесь не одна, их уже тут две. Вот. Ждем цветка. А это цветок, который мне пересадил Коля. Подарил и пересадил. Он очень такой классный. И он очень хорошо растет. Спасибо ему большое. А сейчас я вам хотела бы показать другие мои цветы. Сегодня резьбу лучше показывать, что-то красивое, цветущее, которое приносит много позитива и счастья. Сейчас я вам покажу в другой комнате. Вот наша другая комната. Я занесла сюда наш кактус, потому что было очень холодно. И я занесла, переживала, чтобы он все-таки не пропал, потому что он для меня дурак. Этот все-таки кактус мы привезли с Италиеву. И он был очень маленький. Потом он разрос. А в том году он очень красиво цвел. Но не в том году. Паза в прошлом году он хорошо цвел. Но в этом году он у нас поставил дома в одном месте, таком не очень солнечном. И когда мы его вынесли на улицу, он сразу же поменял цвет. Но все лето он у нас прекрасно был, но не зацвел. Мы ждем, может быть, в этом году он нам даст какие-то цветочки красивые. Там еще есть у меня другие его маленькие кактусы. Я их пересадила в другой комнате. Я его занесла, потому что обещают сильные морозы. Лучше, конечно, если эти цветочки будут здесь. Вот. Этот цветочек тоже периодически его подрезаю. Он у меня очень растет высоко. Я его подрезаю. Тоже ему тут хорошо. Эта фиалочка пересадженная. Это Лена мне подарила. Эту тоже стояла у меня не в зале, а в коридоре. Но я ее все-таки посадила сюда, потому что здесь больше света. В коридоре очень тепло. Тем более теплый пол. Ну, а это орхидея, которая у нас упала у бабушки. Я ее пересадила в другое. И орхидея, господи. Это моя фиалочка. Две фиалочки вместе. Вот я их пересадила. И смотрите. Слава богу, принялись. Сегодня, ну, какой-то, как мы все думали... Как я с утра сегодня встала Андреем, он мне говорит, света, сегодня она... Или он так пошутил. Он говорит, выходи на улицу, потому что, говорит, там очень много снега. Я выхожу, ну, какой снег. Я говорю, тебе не снилось. Снегом даже не пахнет. Вот обещают морозы, январские морозы. Ну, мне что-то вообще не верится. Что-то совсем разочаровалась в этой зиме, да, Тимоша? А это наш Тимонька. Тимонька наш. Я ему каждое утро, каждое утро ему меняю свежую водичку. Ставлю вот у него такие вкусняшки. Да, Тимоша? Скажи привет всем зрителям. Привет. Это я, да, скажи. Меня каждый день выпускают, открывают клетку. Я себе здесь король. Сам себе король. Тоже каждый раз я ему наложу свежий корм сюда, в кормушечке. Вот, меняю ему салфетку внутри. Ну, он вообще очень умный попугайчик. Даже если мы его выпускаем, он определенный час, ну, может полетать. Но сам в клетку не заходит. Там, в той клетке, когда у него была другая клетка, он заходил. В этой он не решается, он ждет, чтобы кто-то пришел, его забрал, да? Тимош, ну, поговори, скажи. Чик-чик, всем привет, скажи. У меня все хорошо, я жив-здоров. Скажи, я жив-здоров, да. И собаки его любят. Прибегают сюда всегда. И посидят, и Доля, и Томас на него смотрят, и Виля. А Виля вообще его любит, потому что он с ним вырос. Они с ним постоянно чирикали. Были такие времена, что, когда я уходила на работу, это Виля выходил на балкон и все время игрался, сидел, смотрел на попугая. И они друг друга понимали. И даже когда его увозили уже сюда, на Украину, то он тоже все переживал. Все-таки он Тимошу любит очень сильно. Вернулась я опять на прежнее место. Мне нравятся орхидеи. Я сегодня с самого утра, с самого утра все смотрю, смотрю и говорю, Боже, какая же все-таки красота этот цвет. И сколько они дают энергии. Вот сядешь возле них, посмотришь, действительно, совершенно по-другому. Столько красивого, интересного. Я видела большие орхидеи в таких огромных вазах. Ну, где-то в Фейсбуке видела, видела очень много в интернете. Но никогда в реальности не встречала вот такие вот сама своими глазами. Но я довольна результатом, потому что все-таки орхидеи у нас дома нравятся. И это их место, им очень нравится здесь. Они очень хорошо здесь цветут. Пу пускай цветут еще. Хотелось бы, конечно, мне нравится еще такая коричневая орхидея. У меня когда-то там в Риме у меня было две коричневые, красная, белая у меня была. Потом она всякая такая белая с такими всякими пупрышками, такими прикольными. Но я все эти орхидеи отдала всеми, как говорится, итальянцам. Одной я отдала три цветка, другой четыре. И там еще двоим. Но и было приятно, когда я уезжала, они цвели так классно, бесподобно. И даже сами итальянцы говорят, боже, Светлана, посмотри, какая красота, действительно. У меня была такая Роберта, она вообще обожала цветы. У нее тоже все, они все говорили, поле Чиверде, что у нее очень легкая рука. У нее все время, где что бы она не садила, у нее всегда все росло. Мне было приятно ей отдать, потому что выходила на балкон, а у нее весь балкон с такими цветами шикарными. Всегда цветущие, даже летом. Если в августе она уезжала, она меня просила, я смотрела за этими цветами, и они все цвели. И там, да, помню, еще были у них такие китайские мандарины, маленькие такие, они прикольные, вкусные. Я тоже все хотела, говорю, посадила бы такое. Но у нас холодно, и такое дерево как таково должно, если зимой оно должно стоять. Оно у них плоды давало зимой тогда, но дома она вряд ли бы у нас на улице это жила. Только бы надо было поставить бы это дерево, наверное, в доме оставить, тогда, может быть, оно и выросло. И вот такое у меня сегодня, такое настроение. Вот смотрю на цветы, и у меня совершенно по-другому. С собаками все в порядке. Сегодня играются, как всегда бегают. Папа там с бабушкой что-то в зале делал, там у меня гордина упала. Тюль там что-то проблемы, и они там это все ровняют вместе на парочку. А я пришла, думаю, посмотрю на свои красивые цветы. Потому что, ну как их можно не любить, согласитесь со мной? Как не можно не любить такого красоты? Мне вчера звонила Кума. Лиля, с праздниками тебя, всю семью Америки. Ваня, деточек ваших, ты мне спрашивала за цветы. Видишь, какие у меня цветульки красивые. Посмотрите, вы, наверное, смотрите сегодняшнее видео. Но они у меня прям просто прелесть. Я их просто обожаю. Всем сегодня хорошего дня, хорошего праздничного настроения и всего самого-самого лучшего и светлого. Вот хотела вам показать. Так как мы пока, пока там я вам показывала цветочки, бабушка с папой помогают двоём. Давай поменяем, голубый. Ну, потому что упала гордина сегодня. Наверное, барабашка пришёл, нам тут порядки наводит. Упала гордина. И сегодня вот они пытаются вместе вдвоём что-то сделать, чтобы повесить. Я так особенно рукой ещё не двигаю, не хочу, потому что со швами пока нельзя. Вот. И они вдвоём занимаются. А Вилька наш херит вовсю. Да? А вот мама с сыночком. Это всё время только вдвоём. Едят вместе. Спят тоже вместе. Два красавца. Как ваше настроение? Мама себе на серёжку берёт. Хорошо. Хочешь серёжку? Я выбирала себе серёжку цыганский. Ну, вот видите. Ну, а ж раньше носили такие. Ну, большие. У меня, помню, Галя моя носила, тоже любила такие. Да и сейчас носят здесь такие, что носят. А ты б носила на такие? А чё б не носила? А це таки... Та бери, на, я тебе какие-то хоть жёлтые. О, да. Муха почернеет. А це таки маленькие, хоть бы трёхки течь. Не, наоборот, когда они аккуратные, красивее смотрятся. Я не знаю, я большие, огромные не люблю. Мне кажется, если я ношу-то аккуратно... Не, ну, и тяжело носить было бы большие серёжки, Андрюш. Я показала все свои цветы. Последний цветок не показала. Это Люба. Люба Киев. Любочка, посмотри, какой твой цветок. То, что ты когда-то подарила Коле. Вот такой он у меня стоит. Видишь, какая красота. Сегодня я её... Сегодня я её как раз немножко полила, поубирала листочки сухие. Вот так. Он, между прочим, у нас два раза цвёл. Ты же у нас опытный человек. У тебя много цветов. И ты знаешь, посмотри, напиши мне в комментариях, как цветочек в хорошем состоянии. Ничего ему не бракует, как говорится. Всем вам большой привет. Любит Амарика, Малу, Светлане, все в вашей дружной семье. С Рождеством вас. Всего вам самого хорошего. Так, иду я. Дальше посмотрю, как там мои цветочки. Спасибо.